Катя, вы здесь есть, да, правда? А? Вы здесь, да? Да. Скажите, что я сбежала? Нет. А вы здесь работали? Вы берёте себе? Честно говоря, нет, как-то не случилось. Не знаю, хорошо. Я... Ага. Ох, дешевая система. Если закрываешь... Он переключает туда весь экран. Это там должен быть смотреть. Здравствуйте. Я не сейчас, знаете, как это делаю? Я просто... Я просто... Давай войдёмся на паночку. Вот. Потому что перестал бегать. Я... А в общем-то, знаете, почти всё. Ну, в смысле, тогда прям приходит какой-то проект. Кто-то, как раз, вы это сделали начать. А... Давайте, ну... Давайте так. Я так-то... Я не могу сказать, что мы будем планировать какое-то одно исследование. Просто попробуем планировать, пожалуйста. Давайте начнём. Давайте. Давайте начнём. Давайте. Кому нам надо, не дойдёт. Давайте. Давайте. Значит, смотрите. У меня сегодня, честно говоря, почти не будет слайдов. То есть, совсем не будет слайдов. Что мне хотелось предложить, как к этому дойти? Кто из вас фиквартирующий? А кто из вас люди, которые проводят исследования? Податка. А все остальные члены? Менеджеры. 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 Ну, логично. Посмотрите. Когда к нам приходят заказчики... Можно тогда рассматривать с двух сторон, да? То есть, получается, что у нас сегодня заказчиков, наверное, даже больше, чем людей, которые это проводят. Вот. И когда у нас, у юзуберистов появляется мидная задача, то есть, нам, как правило, приходят заказчики. Задача может быть внешне, может быть внутри. Он приходит и говорит, значит, я хочу и озвучивает какую-то там свою позицию. И задача, в смысле, им может быть определена правильно, а может быть неправильно. А с правилом мы после этого предлагаем свое миди. Например, мы хотим тестирование, а мы ему говорим, вы знаете, здесь было бы лучше провести что-нибудь другое. Можно это сделать. Или вообще как-то построить работу. Не обязательно при этом к нам приходят именно запросы на исследование. Очень часто приходит задача такая. То есть, например, у нас что-то не очень хорошо работает. Мы получаем какие-то ответные нарекания, что система медленная или удобная, или еще что-то. И вот мы думаем, что надо, ну, и там даже с этой штукой, например, повести и забираться в стену. Или мы считаем, и очень часто заказчики в этом не очень хорошо понимают, чего они хотят. То есть, они как-то представляют это, и не часто правильно. Поэтому мы с этим все обычно думаем, что можно сделать в какой-то ситуации. Я думаю, что все думают. Даже те, кто не исследователи, они думают о том, что, может быть, там исследование будет очень маленькое. Может быть, оно все сведется к тому, что мы посмотрим те документы, которые едут заказчики, мы поговорим с этой штукой, и все. Но все равно какая-то информация для того, чтобы начать принимать решения, предлагать какие-то выходы из ситуации, то, что можно изменить, надо хоть немножко чего-то знать. И вот это немножко, оно каждый раз, в принципе, каждый раз раз. Причем заказчик еще бывает. У него бывает много денег, мало денег. У него бывают очень траткие сроки, когда у него вчера. А бывает, когда у него есть время. И в зависимости от всех вот этих вот условий, от того, что нам даст, у нас получается, то есть мы предлагаем какую-то схему. Каждый свою. Я предлагаю сейчас как раз посмотреть, что можно, ну то есть, что разумно брать с предложенных ситуаций. Ну то есть, скажем так, у нас есть некие стандартные методики, чаще всего употребляемые. Я, собственно, почему открывала этот метод? Ну не то. Давайте я просто, просто напишу. Ну то есть, понятно, что самые-самые базовые методы исследований, это изучение лицензирования, это экспертная оценка и интервью использоваться. Ну то есть, как правило, и поговорить. Вот. А есть еще какие-то другие методы? Ага. Ага. Вот так. Вот так. Ну то есть, я просто хотела бы написать, чтобы они у нас на экране были, на всякий случай, да, и все. То есть, больше общей правой. Все остальное нам надо не подумать. То есть, у нас есть изобилие тестирования, у нас есть экспертная оценка. Кто скажет, что есть еще? Кто-нибудь что-нибудь еще когда-нибудь проводил? Фокус пробуем. Отлично. Еще. Может быть, если вы не проводили, то вам это предлагали. Вы стесняетесь и просто никогда не проводили? Да, я как раз это и хочу сделать. Что-то я все время теряюсь в мышке. Ну, как-то так. Смотрите. Если мы сравниваем несколько продуктов, то что будет там? Например, эксперимент сравнения продуктов, сравнительное исследование, как это возмущено? Если сравниваем несколько продуктов. Ну, у нас может быть сравнительное тестирование, наверное, да. Давайте. Ну, то есть, у нас просто безобилие тестирование может быть обычное, а может быть сравнительное, да. А может быть сравнительное. Вы сказали сприт-тестирование. То есть, а вы действовали? Сприт-тестирование. Я бы предложила даже это записать немножко отдельно, потому что... Знаете, мне кажется, что тут пора завязывать с написанием. Черт. Простите. А то у нас это все будет начинаться. В общем, я, на самом деле, хотела сегодня предложить просто попробовать начать подумать об этом, да. То есть, подумать о том, что мы можем сделать, в каких ситуациях, когда это будет оправдовано. И раскрыть какие-то условия, глядя на то, что у нас там написано. То есть, я буду выступать заказчиком, скажем так. Нам надо с вами понять, что в каких ситуациях, скажем так, имеет смысл предлагать и имеет смысл сложиться с заказчиком. Например. У нас с вами есть... Ну, то есть, давайте что-нибудь самое простое возьмем. То есть, да, у нас есть тестирование, экспертная оценка, то, что мы предлагаем. На самом деле, методов больше, и по цене мы, наверное, не запишем. Вот, давайте представим такую ситуацию. Я интернет-магазин. То есть, я владельца интернет-магазина. Я предхожу и говорю, у меня есть текущая версия сайта, которая работает, все хорошо, у меня там все продается. А еще, ну, то есть, как бы мне хотелось сделать что-то более новое, удобное, хорошее и замечательное. Поэтому я заказала разработчикам такую, скажем, новую версию. Они нарисовали на дизайн. Мне уже, в принципе, все сверстно. И теперь мне хочется проверить, перед тем, как кончать на всех своих людей, на всех своих покупателей, и передать себе эту новую версию. То есть, я бы хотела понять, что нужно сделать так, чтобы я могла убедиться так. Это хороший инструмент. А трафик большой у вас? Ну, вообще, довольно приличный. То есть, у меня, ну, точнее так, это не мега-молл, безусловно, да. Ну, то есть, ну, у меня приходит, наверное, человек, человек восемьсот. А кто ваш? Так. Кто ваша аудитория? Вы проводили исследования по вашей компании? Ну, да. Точнее, мы не проводили специального исследования. Мы делали следующим образом. Вот. Ну, как бы, во-первых, мы свою аудиторию хорошо знаем, потому что мы не продаем все это дело. Но у нас, мы работаем на всю страну, и у нас есть люди из Москвы и люди не из Москвы. Вот это вот такие фразы. И, в общем-то, у нас есть товары, которые покупают штучно. Ну, фракционированные исследования. Есть товары, которые покупают штучно, а есть товары, которые покупают сразу по две, ну, в смысле, как бы не, в смысле, два-три одинаковых товара. В смысле, сразу больше, чем один. И еще есть то, кто вы покупать. Ну, то есть, Москва не Москва. Возраст самый разный. Хотя бы самый мега такой, ну, то есть, как минимум не бабушка. Ладно. А почему вас не устраивает? Ну, мы не все. Мы переезжаем сейчас, например, на 1С. То есть, в смысле, на систему, то есть, на Linux, которая поддерживает 1С. То есть, включайтесь потихоньку, да? Потому что, вот, ну, хочется каким-то образом обсудить, понять, чего у нас есть. Я даже, когда подожди, я пустя, не могу поднять, как это записывать. То есть, мы переходим на новую систему, и, раз уж мы все равно переходим на новую систему, то нам мы переделываем в сайт. А что продается вам? Супер! Я так жаленовалась! Нет, я сижу и жду, думаю, кто-нибудь спросит. Люстры! Нет, да все-таки, что продается? Ну, давайте... Просто как-то сразу пришли к аудитории, непонятно, что товар какая-то. А я сразу товаром начала рассказывать про Адбэкер. Ну, да. Я продаю с вами в Чернипатье. 800? 800? Да, со всей страны. Ну, и, на самом деле, еще Казахстан, и Украина, и Белоруссия. А что у вас стоит, какая это следовательность? Ну, в общем, на самом деле, это следовательность. А что их статистика? Самый стандартный. Ну, вот у вас старый дизайн, вы заканули новую. Вам картинка не нравится или что? Какая? Нет, мне все нравится. Они очень здорово себя сделали, очень симпатично. Мне кажется, что это не всегда понятно. Вот мне кажется, да? Но, в принципе, мне хочется просто удлить, что они молодцы. Ну, или не молодцы, а так, то есть... А у вас есть статистика... Как это сказать там? Я с утра, что-то не соображаю. Ну, то есть, статистика такая, сколько заказов совершено фактически, сколько людей, в принципе, бывало в корзине и ушло оттуда, не сделать на кончатный заказ? Ну, вот прямо именно по корзине сейчас не свожу. Ну, что мы вообще, поскольку статистику мы ведем, вот, то да, у меня есть представление о том, что люди уходят. Вы думаете, ваш дизайн, цель вашего нового сайта повыситься в продаже или просто улучшиться, собственно? Нет, ну, пропорции, конечно. То есть, уже продение бывает. Нет, ну, хорошо, чтобы удобно, да, то есть еще некий образ в глазах покупателей. Вот, но, в принципе, конечно, повысится. И на каких страницах происходят потери компенсии, по вашим ощущениям? Ну, в общем, вот конверсия, да, вот это вот. Вы понимаете, какое дело? То есть, этот новый сайт, он еще не запущен. То есть, если будут... Не, про старый. А, про старый. Про старый, да, вы говорите? Мы говорим в комплексе про ситуацию, но если есть представление о том, где на старом сайте теряется... Ну, вот я даю. То есть, видимо, эти точки нужно и улучшать. Ну, да, да, естественно. Независимо от того, новая версия или старая. Да, ну, скажем так, на старом... В связи от того, что у нас даже функционал не совсем такой на старой версии. То есть, у нас есть новые всякие разные добавочки. И, например, на старой версии очень часто нам обращались к тех, поддержке, чтобы спросить, какого размера платья и, например, а есть ли они в наличии. Сейчас мы все это в интерфейсе стараемся показать. Вот. И я просто хочу понять, то есть, например, вообще стоит мне это делать или не стоит, да? То есть, мне вот сказали, что вы заберете, это хорошо, да. Что вы можете сказать, удобно или неудобно. Вот будет это работать или не будет. Соответственно, что, Саша, то есть, все время мы должны сделать... Вот, знаете, мне, наверное, плохо слышно. Можно ли вычитывать? Это немного опоздание. Мы здесь моделируем кейс. Пришел заказчик, вот заказчик. А мы, как профессионал, должны что-то посоветовать. Какой-то метод... Один метод, два метода, альтернативные варианты. То есть, что можно сделать в этой ситуации? Каким образом мы можем предложить как-то это... То есть, вот, первую точку мы наметили уже, это посмотреть, как текущие посетители сайта, как они ведут себя на сайте. Видимо, это мое предположение. Можно еще и поспрашивать сотрудников компании, которые, допустим, поддерживаются. Какие? На какие более частые вопросы за телефон задаете? Какие? Поправьте действия. А еще можно... Ну, вот... А каким образом это выяснили? Каким образом вы это выясните? То есть, вот вы предлагаете повесить опрос? Не, ну, выбрать. Наверное, все-таки имеет смысл прогрессить тестирование, мне кажется. Ну, в смысле пригласить людей, пользователей. И посадить их, дать им попользоваться этой новой версией. Понятно, вообще понятно, непонятно. Определить ли это с размером, да? А вдруг это будет неправильно? Это очень сложно. Нет, давайте. Ну, а можно... Вот я вижу свой сайт, видите? Да. Я смотрю, мне все понятно. Они, может, поедут. Нет, ну, суть в чем? Хорошо, если это свадебные вечерние платья. Соответственно, свадебные платья покупают кто, да? То есть, это какие-то молодые девушки, которые несколько претенциозно к этому относятся, например. Или это какие-то женщины в возрасте, например, 30-40 лет, которые покупают каких-то вечерних платьев каких-то лет, не знаю, корпоративных или, да? Гульнуть на той же свадьбе, например. То есть, эту группу ее можно выделить. Хотя бы для начала определиться, просто ли им будет пользоваться новым дизайном. Поймут ли они, смогут ли они выбрать, удобно ли их активное расположение. Не согласен. А почему они не смогут выбрать? Я не согласен, что они совпадают. Нет, а зачем нам? А нашли цели совпадения? Я чувствую, что, пожалуй, синхрон. Да, я просто говорю о том, что все цели выяснить, попали ли мы в точку с теми покупателей. Но для начала мы поймем, на этих людях смогли ли они на этом сайте выбрать то, что они хотят. То есть, задачу свою они какого-то реализовали или нет. И нажмут ли они на кнопку «Подтвердить заказ». Смотрите, я правильно услышала? Давайте я сейчас поговорю. Да и все одно спрошу. То есть, вы сейчас предлагаете мне посмотреть, как они ходят по старому сайту. Это анализ статистики? Нет. Первое – да. Анализ статистики? Да. А потом взять две группы. Взять группы у молодых девушек, которые покупают свадьбу. Ну, на чем? Можно взять просто четыре человека. Два таких, два таких. Нельзя это делать какими-то массовыми заведованиями. Ну, то есть, взять немножко людей, показать им новый сайт. Да. И посмотреть, поймут или не поймут. Да. Где у них возникнут, соответственно, затруднения? Где у них возникнут какие-то вопросы? Соответственно, смогут ли они? Потому что женщинам, когда выбирают платье, им нужно в мельчайшем деталях рассмотреть, собственно, это платье. Потому что они должны не разочароваться. То есть, у нас есть такая особенность, вот вы говорите, что свадебное платье – это особенные права. Почему вы сказали, что мы не сможем? Ну, они не смогут выбрать. Потому что нужно померить сначала. Чтобы померить? Платье. Ага. Ну, вот, знаете, я слышала об этом возражении, но вот реальность такова, что у меня покупательницы покупают свадебное платье. Я находясь в Локон-Девостоке, а мы в Москве. То есть, я не жду после этого. Я не делаю. Понятно. Это вообще никаких свадебных платьев. Ну, это, конечно, не совсем правда. Ну да, мы расширяем их полу возможности. У Москвы – это 50% продаж. 60%, 70% и так далее. То есть, в Локон-Девосток – это все кусочки маленьких. Меня очень смущает, честно вам скажу. Вот, как я сейчас так понимаю, четыре человека имеют ничто. У меня в день бывает и 700 на сайте. И сказать по четырем людям… А продаж сколько в день? Это коммерческая информация. Сказать точно не могу, но в принципе… Ну, я могу сказать про свои пари. 20 тысяч посетителей в день, 20 покупок в день. Смотрите, видите, какая… Очень небольшая, да. Очень маленькая. Я не думаю, что у вас она поверхность. Ну, на самом деле побольше, потому что в среднем… Надо понимать, да, свадебные платья, вечерние платья. Да. Которые можно мерить. Это нужно подгонять. Это нужно, чтобы человек, который это все одевает, чтобы он ее затянул там правильно. Показал, как это все носит. Потому что некто носит, например, дышать не будет. Ну, вот смотри. Давайте я так скажу. Подождите. Я прошу прощения. Мы же говорим о том, что сайт уже продает. Просто меняется, собственно, картинка. Ну, если продает, тогда что мы тут делаем? А, все понятно. В последующем тоже пришли. У нас есть такая задача, что есть текущая версия, которая продает, но мы приезжаем в другие лица, заодно меняем дизайн, он уже нарисован новый. И очень хочется понять, он хорошо сделает, новые версии, или это все-таки надо что-то делать, пока еще не запустили массу. Плюс у нас какое-то расширение функционала. Что-то мы даем дополнительным. И вот, ну, то есть, есть подозрение, когда человек будет... То есть, предложить пользователь, переход на сайт, воспользоваться новой версии, с граммом, может быть, предписанием, что он будет новой версии, есть количество, размер и так далее. И с возможностью возвращаться. Почему, почему, почему нельзя? В принципе, это одно из решений, конечно же. Но мы сейчас играем лучше. Хорошее решение, потому что когда каждую часть проблемы находится, после того, который пришел на сайт, хочет это сделать, хочет купить вещи. С большой вероятностью, он перейдет, и будет очень вкусно. А если вы поиски, подъемник, перехожу на первый сайт, мне там какие-то непонятные слова, которые к слову подъемник, я устрою. А если... Ну, подожди, это тоже проблема. Да, то есть технические вещи, все-таки, слава Богу, у нас по определению должны быть нормальные решения. То есть все у нас найдется, да? Но я очень серьезно опасаюсь, что человек, который зайдет, и, например, не справится почему-то. Ну, потому что, например, если неудобно, то он не будет второй раз это делать на старой версии, и потом в какой момент ему выказать старую? Немонят. Но потом все-таки надо учитывать, что это покупка, как сказать, ну, для кого-то разовая жизнь, да? Для кого-то там, может быть, двухразовая жизнь, и, соответственно, наш посетитель, он, как правило, постоянно уникальный на этом сайте. Не забывайте, что есть вечерний плат. Да, но все-равно их покупать не так часто, может быть, раз в год. 50-50% поменялось, то есть примерно в 10 случаев. Ну, скажем, один человек в любом случае совершает такую покупку в год. Ну да, я хочу сказать, что есть возвраты, и возвраты это не самое редкое. Но это, конечно, то, что нам нужно сделать в первом, да? Правильно? Потому что нам нужно продозировать в текущей версии сайте и понять, куда входит пользователь, что он там делает, как он этим пользуется, где он понял, где он ушел, где он ушел, где он зашел. Ну, соответственно, проведем, как вы говорите, ну что, анализ? Ну да, типа анализ. Ну, по полуанализу, мы с вами увидим, вот я же анализирую, да, по полуанализу, мы увидим, что, да, люди уходят. Например, в каких страницах заказов уходят? Ну, то есть, у меня нет массы, но уходят. Уже начав оформление заказ, уходят? Иногда уходит, не дойдя до оформления заказа. Страницы товара? Нет, ну так, из корзины. Из корзины. Иногда уходит, например, класс в странице товара. Ну, вы знаете как? Вот кто-то один сказал, да, по поводу того, что, может быть, надо подумать, как выграют в платье. Есть такая особенность. Девушки, которые выходят замуж, к нам часто бывают, ходят, они просто смотрят, они года два готовятся к этим событиям. То есть, они года два ходят и смотрят, потом только магазин совсем не покупают. Ну, нет, почему? В том числе, причем у нас есть такие пользователи, про которых мы помним, они нас регистрируют, они приходят, например, раз в полгода, с регистрацией. то есть они обязательны. У вас постоянный ассортимент? Или не доemeю? У вас просто стоит подробности. Я не могу слить. У вас постоянный ассортимент? Хватит. Нет, 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 нет. Раз в квартал, все дело то, что раз в квартал, у нас обновляется ассортимент, то есть расширяется. Расширяется или изменяется? Что-то выходит, что вы подняли, что полгода дается, Но в основном у нас ассортимент расширяется. А как принимают решения вот эти девушки, которые ходили два года и выделили ее два фигня? Ну, у нас два-таки запроса, которые говорят... Да, у них уже вкусно, как два года, пять раз поменяются. Мода меняется, очень много всякого меняется. И потом есть модели, которые чуть-чуть виды изменяются, и будут все время, все время, все время. Потому что они такие... Какая классика, или в смысле классика строго и так далее. А просто они вот часто востребованы. Ну, то есть, в общем, скорее как бы вот проблем таких... Да, хочется, чтобы покупали больше, либо хочется, чтобы это все так по-другому все работало. Но главное, насколько все эти продукты у фурции, хочется понять, как пройдут лимитерские годы. Насколько ровно, если он отличается от старого, то есть рецидент, и волк, и волк? Да, да. Совсем-совсем другое мнение. Да, анализ старого интерфейса, он тоже интересен, потому что добрый, да? Потому что пользователь, 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 приходит руководит. Анализ старого сайта, может быть, не дать нам каких-то результатов, которые хочется, потому что много абсолютно удобных действий от человека. Спасибо. Мы можем на новом не допустить ошибок старого. То есть, если на старом сайте, ну, к примеру, да, вы сказали, что у вас нет нормальной таблицы размера в соответствии размера. Нет, потому что у нас есть. Есть. А у меня пользователи иногда просто не уверены, есть ли им платье в наличии или есть. То есть, уйдет им этот размер? Ну, потому что размеры, у нас, как бы, заказы разные платья, то есть, не только российские. Размеры не только российские. А если нет, то в наличии, то есть, какой процент у нас граждан? От вас, как чего? Ну, пришел покупать, а что купить? Нету, давай. Ну, от кого заряда поменять? Либо он вообще больше не придет на сайт? Либо он будет ходить за вами до тех пор, пока вы платье не добили? Нет, такого, чтобы они за нами ходили, конечно, нет, но они просто потому что выбирают, что будет. А какой процент? От общего количества посетителей. Каких? Ну, вы сказали, если столько человек у вас будет на сайт. Какой процент из них могли купить, но не купили? Не знаю. Не знаете? Вот это основные деньги сайта. А как узнать? Какой процент могли купить, но не купили? Вопрос. Вопрос. Еще раз. Связь можно с покупателем. Как? Какая? Ну, слышь, мы общаемся... Клину есть. Еще там чаты какие-то и так далее. Концентраты. Нам можно позвонить, нам можно написать. Люди пишут в форум, спрашивают часто, есть ли такая модель, Наскар, знаете, это популярно. Есть ли такая модель в таком-то размере, мы отвечаем, то есть в общем-то. И вот бывает, что отвечают, например, что... Обычно спрашивают про платья, которые есть, а про платья, которые нет, то есть не спрашивают. Но вас отображается наличие товара изначально? Или нет? Да, но это не 100%. Как этого пользуются? Вы стараетесь взять, но мы не всегда можем. С учетом перехода на битринска, возможно, у вас будет зависеть. Теперь пишется. Теперь пишется есть в нужном размере. Мы поговорили еще минут пять. Что у нас поменялось? Вроде все равно надо проанализировать старый сайт. Пока мы не отказались от идеи, но вы не отказались от идеи. Окончательно мы инвестируем новый сайт. Вы используете людей чуть-чуть. Я считаю, что обязательно нужно сделать. И чуть-чуть, не для того, чтобы увеличить цель не увеличения ваших продаж изначально, а цель понять, удобен ли. Если мы понимаем, что на этом сайте людям удобно пользоваться, им все понятно, и они могут сделать заказы от нажатного подтверждения, все, скажем, эти три из четырех это сделали, и у них не возникнет затруднений. Мы начинаем работать дальше. Пока как задача, я еще сомневаюсь в том, что эти четыре пользователя будут ровно те, которые надо. Мне кажется, что у нас две стороны проблемы. Во-первых, кто и как бывает, а потом уже удобно им делать на сайте. Если на том числе второй, то, по-моему, немножко отошли открыты. А какой у вас бюджет-то вообще? Какой значительный? А что нужно? Вы мне скажете, какой бюджет? Нет, но можно как-то сделать это быстрое экспресс-тестирование с маленькой группой людей. Будет ли это найдет? Ну, скажем, это даст нам ответы на некоторые вопросы. Будет ли это быстро? Да. Быстро это сколько? Два дня? Да. Ага. Да. Не боятся не обязательно презентативно. Точнее, чтобы не презентативно, потому что четыре человека. Начать нужно с того, чтобы понять, кто вообще покупает. А как можно понять, кто покупает? Зачем вообще дизайн иметь? Старый сайт делался очень давно. Помимо того, новые модные. Плюс мы переезжаем на новые риски все равно. Ну, то есть, вот эти. У меня уже есть новый дизайнер, но он мне очень нравится. Ребята-дизайнер отлично нарисовали. То есть, он красивый, он... А мы вот сейчас говорим про то, что вам нравится, про то, что компания больше денег просто зарабатывает. Или какие-какие ваши цели? Ну, вот смотрите. Смотрите, у меня просто даты такие, да? То есть, вот у меня уже нарисован новый сайт. Мы бы считали, что новый сайт будет оправлен. Он нарисован. Просто перед тем, как его запускать, хочется оттуда удостовериться, что он нормальный. Ну, как удостовериться? Критерии такие? И давайте как-то договоримся на берегу. Иначе будет в вашем дизайне нет людей. Это же наша задача. Слышали, Даша? Еще раз, наверное. Ну, вот, отлично. То есть, из того, что мы говорили, получается как? Надо удостовериться. Нам нужны какие-то критерии, в чем мы будем менять. Ну, вот у нас есть количество продаж. То есть, соответственно, хотелось бы, чтобы количество продаж увеличилось. То есть, не хотелось бы, а это прямо вот такое требование, да? То есть, дизайнеры об этом знают. Чтобы люди меньше уходили. И процентов, то есть, по поводу, меньше. Если вы какие-то, тебя еще предложите, можно еще взять. То есть, мы изначально предполагаем, что дизайн влияет на количество продаж. Это вообще приводит. Дизайн, новая функциональность? Это отличает дизайнер. В широком смысле дизайнер. Да, и графический дизайнер. В широком смысле дизайнер. Ну, не важно, не важно. То есть, ну, как бы, у нас говорила такая модель. Что, если что-то там в дизайне подкрутит, то тогда, соответственно, покупок будет больше. Ну, если дизайн более привлекательный. Все с этим согласны, да. Интересно подтверждение. Ну, понятно, что нет, то есть ты чуть-чуть на других факторов. Да. Ну, значит, вы предлагаете... Я почему-то скептически к этому отношусь. У меня было немного проектов. Ну, был проект по интернет-магазине. Угу. Но там все время оказывалось не дизайн-класс. Товарищ, конечно, не дизайн-класс. Не дизайн. Не дизайн. Не дизайн. Не дизайн. Вот одесса, как все это. Тут мой простой сайт, который сделан руками. Прошли мейли. И там на каждой странице написано «Приходите в нам и покупайте». Вот фотографии. Приходите в магазин сам. Да, приходите в магазин. Приходите в магазин. Приходите к нашим представителям. Еще одна из дизайнов. То есть сайт – это просто некий вход. Для меня сайт, а чем исправлять, который продает? Вы мне предлагаете остаться на моем дизайне? Простите. Но в вашем случае мне вашу ленту принципиально не устраивает. Я вам сейчас показываю, что из моего опыта является главным для интернет-магазина. У меня будет интернет-магазина. У меня будет интернет-магазина лучше опыта в обычной торговле и в прямых продажах. Но когда мне говорят про дизайне, при этом нет контакта с покупателем, это вообще будет интернет-магазина. Давайте так. У меня просто есть предварительное, чтобы мы что-то успели с вами. Надо, чтобы вы думали скорее про другое. Вот я как заказчик, мне не хочется, чтобы вы меня поцеловали. Честно. И это надо признать общим человеком. Соказчики не любят чувствовать себя идиотами. Кто бы они ни был. И поэтому, а эта работа уже сделана. Не мокайте меня на солнце, что я, может быть, не сразу о вас, как о юзуберистах, подумала. То есть, может быть, надо было подумать о чем-то раньше, но что делать теперь? Вот, что можно сделать теперь? Я просто сейчас записываю на те вопросы, которые у нас постоянно возникают. Да? Вам это темнее, кажется, вам отдельнее или все-таки нет? Давайте так. Мы можем сейчас... Вот я могу сделать... Или есть другие предложения? Как можно. Вот это там... Кирилл, вам предложение. Первое. Я бы вас поставил на систему типа веб-виза, чтобы отследить пути перемещения пользователей по сайтам. Посмотреть, какие экраны смотрят, сколько времени там, сессия. В общем, отследить пользы. Вот это такое. У нас есть база клиентов, которые сделали заказ. Позвоните, провести интернет. Это вся Россия. Это вся Россия. Ну и что? Ну и что? Ну, кстати, если вы не знаете мой интернет-магазин, в котором я три года назад заказала партия с Вадиной, скажут, вам понравилось на нашем сайте. Я скажу... Нет, не три года. Можно взять те транзакции, которые были, например, до месяца назад. Да. С вами интернет-магазин. А что вы не спросили? Спросить, что понравилось, что не понравилось. Может быть, вот, как коллега сказал, главное ограничение не сайт, а, допустим, пол-центр, логистика. А далее, этих же пользователей, которые живут в шаговой доступности от магазина, можно пригласить на как раз изобилие тестирования опыта и версии. Так они от магазина. Есть только для этого магазина. Они понимают, что физическим магазин тоже есть, да? Нет, но мне кажется, что вот эта вот проблема с аэкзоном, она, конечно, нет, однозначно это не пойдет. Опрос на сайте можно провести, понравилось ли, вовремя ли вам доставили, доставили ли срок, как вам качество этого. Это не про сайт. Этот опрос не про сайт. Ну... Смотрите, извините, мы уже решились. Как сделать это, по-моему, мы еще не утверждили, а что вы хотели сделать? Помысить продаж. Да. Мы хотим протестировать новые сайты, мы хотим вам из продажи. Вы хотели бы из продажи. Вы хотели бы из продажи? Да, конечно, что это. Тогда не стоит тестировать пользователей, которые уже убили, потому что мы не знаем ничего про тех, кто ушли. Отлично! То есть нужно, наверное, начинать с того, что опять же вернуться, кто наши потенциальные пользователи, и изучить это. Например, как реально, я исследую, те, кто готовится свадьбе. Значит, как они это делают, что они смотрят, как они выбирают платье из нас. Мы можем понимать про наши пользователи. Вы знаете, мне кажется, что платье выбрать – это процесс довольно длинный и не очень сложный. Все-таки интернет, в смысле, наверное, основной проблемой с тем, как пить. Просто девушки, такие довольно военные существа, они готовы смотреть не одно платье. В принципе, они там проводят время. Вы знаете, у меня есть такое предложение. Вот я сейчас выбросила некую тему, да? Я могу рассказать про некоторые выводы, которые идут и сейчас, а вообще и что-то дать. То есть дать человеку какой-то свой фидзор, сейчас проникать задачу, да? А потом мы возьмем следующий кейс и еще купил программу. В принципе, у меня там приключено осталось 7 кейсов, боюсь, что мы просто не успели. Значит, что очень важно? Один из самых важных вопросов – кто наш пользователь? И первым делом очень важно понять вот эти вот труды. То есть есть люди из Москвы и не из Москвы, и они по-разному покупают. Потому что в Москве можно и прийти поверить к нам, да? И еще что-то, и можно прийти домой и везти. Например, когда дело касается Владивостока, очень трудно дружить. Потому что ты неделю-две-три можешь так, когда тебя привезут. Потом ты должен все это обратно, потом снова тебе привезут. И еще такие очень много возвращаются деньги. Это очень долго. В Москве можно предложить вот этот пример. Да, и в Москве это вполне реально. Мы, в смысле, я его закачиваю. То есть мы определяем, кто пользователей. И здесь, например, в «Легион» влияет достаточно сильно. Мы определяем, кто они покупают на посадебной оплате. То есть в «Легион» покупают два, да? А вот в «Легион» покупают два-три. Больше того, иногда бывают групповые покупки. Девушки объединяются. Потому что доставку можно сэкономить. Если у нас пятеро, и мы купили по одному в «Легион» плачем, то у меня на какой-нибудь «Легион» или «Легион». В «Легион» стоит не очень много. То есть мы определяем какие-то группы пользователей. И вот один раз влитнуло, что мы должны посмотреть, какие у них задачи. То есть мы должны не просто понимать, что у нас есть четыре разных кучей, например, те, кто в Москве покупают свадебное платье, те, кто в Москве покупают вечернее, и те, кто покупают группы или не группы. То есть мы таким образом распределили на кучки. Мы должны понять, какие у них задачи. Важно ли им померить? В каких ситуациях они потом будут с этим справляться или так? Да. Когда мы с вами определили эти самые задачи, теперь вопрос, что мы можем… Да, KPI – это тоже одна принципиальная штука, в которой надо понимать, то, как мы начнем тестировать. Или тестировать, или исследовать подход. И четыре человека на нано практически все решения – это, правда, мало. И тестирование – это довольно долго. Ну вот, и долго, и не очень дешево, потому что этих людей надо искать, этих людей надо платить. И вы будете тестировать, а потом вы будете, как вы, как специалист, анализировать и писать какую-то… То есть это все довольно дорого. Тем не менее… Тестировать особо это вы будете. А Тим сам дорогой? Ну, по-вашему, стоишь один человек? И вот два часа его времени. Максимум. В среднем человеку платят одну тысячу за то, что он пришел на исследование. Человека найти через агентство стоит, ну, где-то там… Ну, где-то две-три-четыре. Вот так. В зависимости от того, как… А если с людьми через агентство? Люди с улицами. А если люди в Владивостоке, в Владивостоке, в Владивостоке вообще… Вы знаете, что они в Владивостоке тестировали по всей России, но то, что нам доступно, мы можем это сделать в Москве. Будет ли это репутативно? Я уверена, что это будет репутативно. Окей. Значит, есть один такой способ. Мне просто, потому что четыре человека мало. Это единственное. Мне кажется, немного сложнее. Давайте по-другому. Еще что-то важное. Еще нам важно. То есть, у нас есть две версии. И когда у нас уже нарисована новая версия, то сильно анализировать старую, может быть, нужно, а может быть, нет. Потому что, в принципе, что-то уже решалось. То есть, проблема старой версии. Мы с ней, задача с ней уже какое-то время живет. Возможно, достаточно будет его поспрашивать. Давайте так. Какие? Поставить свой визор на старую версию? Для начала да. Речь вообще о каких функционалах портится, каким нет. Где понять, что нам нужно, что не нужно. То есть, проанализировать статистику и проанализировать свой визор, посмотреть, как люди это делают, то быстрее и дешевле. Так тоже можно сделать. Что можно еще? Как бы, понимая, что было плохо там, мы можем посмотреть, что хорошо сейчас. Никто из вас не предложил почему-то запустить на новую версию очень мало народу. То есть, это один из самых таких стандартных путей, когда мы говорим. У нас 800 человек в день. Мы можем взять каждого двадцатого, каждого десятого, каждого сотого, каждого такого года. Например, мы можем взять каждого пятидесятого и отправить к нам на новый сайт. Потому что он заработан. В смысле, он уже почти допилинен. То есть, ну, там может быть что-то не было. Но подснять каждого сотого из 800 не очень страшно. Зато, если мы поставим эту новую систему в визор, статистику, мы можем посмотреть, что там происходит. То есть, мы можем буквально увидеть, что у нас есть на новом сайте, и в том числе собрать статистику для него. Причем, количество людей, которыми мы готовы поработать, предупредить, что это как раз появляется. И что, если вам что-то не понравится, например, поставить сверху кнопочку, чтобы прийти на старый сайт и дать его что-то. Мы вполне с вами можем. И это вполне такое, ну, то есть, достаточно быстрое шею. Потом уже есть такая речь, никто из вас не предложил свои услуги в качестве эксперта. Ну, то есть, в принципе, этот магазин – это не уникальная речь, не уникальная система, которая требует удивительных особых целей. Нет. То есть, я как эксперт, вы как эксперты, да, и другие люди, вполне могут посмотреть, сказать, что не так. Я думаю, что мы это почему не затронули, так я понимаю, что у нас было, в принципе, обсуждение. То есть, если бы мы имели бы некие две картинки, я думаю, что это возникло бы сразу, да? Но поскольку этих картинок нет, и мы себе просто что-то представляем, а каждый себе представляет разное, естественно. Именно поэтому этот вопрос не возникло. Я думаю, что в головах людей кто-то знает, что возникло. Нужно просто посмотреть и вообще понять, чего вот нарисовать это новое. Что мне хочется сказать вот из того, что мы с вами услышали? В смысле, вот из того, что мы вместе как-то. Да, да. Смотрите. Получается, что есть вещи, которые надо сделать обязательно. Обязательно надо понимать, кто это будет покупать. Обязательно надо понимать их задачи. Принципиально важные. При любом расстройстве. А вот дальше, допустим… Очень важно понимать, что для меня заказчиков политично в этом проекте. То есть, через какие липиали мы пробегаем, мы не пробегаем, что мы меряем, то, что мы меряем после. Вот это вот принципиальная вещь. А вот остальное вполне можно приняться. Если это как-то из меня деньги, я могу не в случае за бизнес-то сделать. Я, в принципе, могу просто заордачиться, да? А могу, например, сказать, да, давайте будем делать. И в этом случае вы… То есть, как правило, когда мы планируем исследование, нет единственного верного пути, который позволит сделать это ровно так, как надо. Есть несколько вариантов. Какие из них дают немножко лучший результат, какие-то немножко хуже результат, да? Один из самых простых, в данном случае, результатов, будет как раз провести экспертную оценку. Подумаем, как это надо об этом. Подороже будет вариант, который позволит нам сначала запустить на своем интерьере статистику, чтобы все-таки экспертная оценка была на основании таких-то данных. А потом, на основании результатов статистики, провести экспертную оценку. Можно, например, сделать статистику и пригласить пользователя. Можно поставить веб-визер и не приглашать пользователя на основании, что произошло в процессе, да? Тем более, что веб-визер позволяет, как и любая статистика, отслеживать цели. То есть, мы будем смотреть не просто каждую из первого вашего циклотика, а каждую, которая произошла в ингредиенте. И мы, соответственно, можем повредить, что было в процессе, как-нибудь игру и смышка, какие экранчики к этому прикружали. Мы можем пойти еще дальше и предложить какой-то альтернативный вариант, например, позвать несколько женщин, возможность собрать фокус-друг, показать им новый вариант, сказать понятно, непонятно, или поработать с каждым по отдельности и пригласить на интервью. То есть, есть несколько путей, надо понимать обычно, то есть, важно что? Важно понимать, что это даст, важно понимать, сколько это будет стоить, в том числе для вас, как вы, сколько это сделаете. И, когда вы показываете заказчику, показывать хотя бы какую-то альтернативу, с моей точки зрения, вот этот вот достаточно принципиальный момент, хотя, ну, это стоя вопрос продаж. То есть, я сделаю это, я угадаю ему эту тему, я сделаю ему так, сколько денег и столько всего. То есть, для меня важно, чтобы вот, чтобы осталось, да, что нет единого правильного способа, нет единого рельса, который придет туда надо. Есть несколько разных способов, которые позволят потом нарисовать какие-то более правильные тактики. Я думаю, что очень много постоянных клиентов на сайте, можно ли как-то заказчику рекомендовать проверить, что эти клиенты не опомнили, почему их не опомнил на этом сайте? Именно не то, что он, а это только продажа, а то, что он любит новый сайт, он любит свою компанию, где он любит его и сквозь его. Ну, у нас логотип с вами, у нас... Я думаю, что можно уместить объявление об этом? Я думаю, что можно как-то это сделать. Я думаю, что можно на этих, можно привозку что-то сделать, а можно как-то это проверить? А можно, скажем так, можно показывать просто пользователю, который закладывает, например, каждому какому-нибудь, да, опять же, чтобы не всех сразу. Это вот одна такая... Вот эти вот сплит-тесты любые, да, или там, вот это все, или как угодно. Мы можем спускать вот разные версии, показывать, например, какую-то картинку, попросить, что... Если надо вот именно это посмотреть, да, говорить... Вы знаете, у нас есть вот новый дизайн, например, у него сделана была страничка, и вот каталог свадебных платьев, вечерние платья, все, в основном, это уже старт, да? Вот расскажите, вам понравилось или не понравилось. Например, по любому. Человек может сказать, не хочу много. Дайте ему возможность сказать, нет, я там, не хочу смотреть. Хотя, если честно, обычно, если сайт новый, выглядит симпатичнее, если общий этот и трейдинг, а где я буду сюда? Ну, испугать... Испугать не тем ресурсиком, я думаю, нам вряд ли. Сейчас мы... сейчас все меняется. И потом... Вы знаете, аудиторию, что я понимаю, аудиторию, что я чувствую... Вы же знаете, своя аудитория, она меняется. Вы знаете, есть возможность смотреть карту клипов, по-моему, в Яндекс и все еще, куда-то пользуюсь. То есть, будет ли, так скажем, движение привычное для нового этого действия? То есть, если человек привык вот в этом окружении, то нужно делать вот такие действия, чтобы не заставлять его действовать куда-то. То есть, это нужно все посмотреть, проанализировать. А по поводу визуальности, вы представляете это, собственно говоря, как воспринимается? То есть, либо аудитория растет вашим сайтом, либо постоянно приходит новая аудитория. Если у вас, так скажем, эта аудитория должна расти, то есть, вы должны следить быть за аудиторией, или тянуть ее за собой. А если это постоянно новый приход, то есть, омоложение идет, насколько сейчас совершенно другие... Так, ну, когда я работал, в... Хорошо, я хочу сказать, это очень правильное заменение, учитывая, что вы не социальные сети, не инструменты, которые будут постоянно проработать много времени, скорее всего, искуду никакого не будет. Давайте попробуем еще один кейс, но это не совсем интернет-магазин. Давайте... Я вам заканчиваю, чтобы владелец сайта, который предлагает кондиционер и вообще систему Google Doc. И вот, просто, чтобы вы понимали разницу, да, это не интернет-магазин, потому что там, где покупают люди что-то, что, например, в Котиларку или, как, не знаю, телефон привезли, и дальше вы с ним как хотите. Это надо установить, настроить. Не все разбираются в том, что такое кондиционер или как... То есть, по сути, продажа услуг. По сути, это услуга, да. То есть, причем это большая, совершенно дорогая услуга. У меня есть гитрина, да, которая... в том смысле, что я, например, могу показать, что кондиционеры бывают вот для этого, красивые там, для этого. Кому-то больше подходит умный дом, кому-то что-то еще. Есть несколько разных способов. Можно позвонить, можно написать, можно вызвать домой человека, который посмотрит, что посоветует. То есть, есть несколько разных услуг, да. И моя проблема как заказчика... Давайте еще другая, входная. Я как раз очень хочу увеличить именно конверсию. Причем я... Вот несколько сайтов, соответственно. В смысле, несколько сайтов уже были сделаны. И они конверсию не увеличены. То есть, вот, разрабатываю, приходится институт, который нам все сделает. Все очень красиво, нам все очень нравится. Но конверсию не увеличена. И вот, ну, как бы, есть очередная природа. И, может быть, есть очередная версия. Может быть, вы что-то предложите, но конверсия это просто очень принципиально. И что в этой ситуации стоит сделать еще? Скажите, а в чем ваша уникальность? Вы сказали, что у вас много конверта. В новом конверте, который продают кондиционеры, мы можем предложить очень разные системы. Теплые кондиционеры, которые охлаждают, освежают воздух. И все, которые поддерживают температуру, ну и постепенно. Умные надписи, например, кондиционеры не столько разных комнат. И, ну, то есть, вот, мы подправляем с этим. То есть, это уникальность продукта все-таки? А продукция? Это чуть-чуть уникальность продукта, то есть, причина отсутствующей конверсии, может быть, такая, либо не устраивают цену, либо, скажем, люди привычно работают в другом формате. Так сказать, и диспроцессия. А там нужно знать формат. Формат, а куда они уходят? Почему вот люди приходят к вам? Я по себе знаю. Я по себе знаю. Так скажем, я прихожу в магазин, вот, так скажем, большой электроники, всю щупу смотрю, мне там все рассказывают, а потом я выбираю все модели, притом прихожу, захожу, ищу в интернете, мне ее привозят в магазин. Я могу заказать в нем и сам, а могу в другом. То есть, вот, нет привязки клиента, после того, как вы ему все показали, рассказали, вот этой привязки нет. Вы правы? Но у меня вопрос, да, у нас сейчас вопрос, как бы здесь и сейчас, что мы можем сделать, для того, чтобы эту конверсию либо померить, либо рассказать. То есть, именно такие элементы, что мы можем использовать для того, чтобы эту конверсию либо померить, либо повысить, померить, либо померить, это статистика. Статистика обращений, статистика померить. Ну, да. Это, 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 нет, ну, вот смотрите, окей, статистика, есть статистика, вы узнали, вы узнали все вместе, что у нас уходит, ну, то есть, покупают, допустим, ну, я не знаю, 20%, доказывают что-то, может, это не совсем доходит до дохода, но есть, допустим, 20%, 20%, ну, в какой-то мере, на разных страницах аквалируют. Чего еще можно сделать? Повторный контакт. Вы к нам обращались, вот, ну, Так они же купили. Ну, не знаю почему. Мы же с этим не проводим. Мы должны узнать, почему они купили. Да, хорошо. Купили не у нас. Нет, они вот тем же временем. Если конверсия недостаточно, 20%, значит, 80% покупают не у нас, а еще где-то. Поскольку они к нам обращались, у нас есть их контакты. Мы можем провести, так скажем, исследование и узнать, что заставило их купить не у нас. Это очень хорошая тема, поговорить с теми людьми, которые ушли. Но как их найти? Потому что люди, которые к нам обратились, большой ряд их купили. Шли те, которые не оставили нам ни телефона, ни почты, ничего о них не знают. Ну, какая-то часть все равно осталась. Даже если 30%, или 25% из тех, кто у нас не купил. Мы о них ничего не знаем. Но есть, на сайте же регистрация какая-то, минимальная существует, электронный коль. Для того, чтобы написать, так скажем, вопрос, хорошо бы заставить человека оставить какие-то контактные данные именно для обратной связи. Потому что, действительно, мы занимаемся благотворительностью, мы рассказываем людям все, а потом они, собственно говоря, с полученными окнознаниями выходят куда-то. мы за наши консультации не получаем ничего, ни конверсии, ни информации о потенциальных пользователях, потенциальных клиентов. Соответственно, если человек нам позвонит, хоть какой-то информат, хороший оператор должен выцепить из него менеджер, как будет ситуация? Денис. Денис, я хочу сказать, давайте, вот, поверьте мне, когда подлеждают, люди, которые нам позвонили, у меня отличные операторы, они наши покупатели, они у нас. Все. То есть, люди, которые не позвонили, не написали, вот мы их потеряли. Если мы хотим как-то с ними поговорить, каким образом мы можем их найти? Я просто хочу еще все катальные включить, там работают. Есть отличные варианты? Что мы можем сделать, чтобы найти тех людей, которые ушли? У нас есть конкурентов, не есть. У нас есть ссылки на сайты конкурентов на своем сайте. Нет, мы с вами не влезем, мы не узнаем конкретный ряд. Но вам просто, вот мы, наверное, с вами на их флоте, пригласитесь там, есть 20 человек, это выкладка с вами на их флоте, неважно, видели нашу категорию. на самом деле мы можем приглашать людей, поэтому мы можем специально искать людей, тех, которые покупали у нас, те, которые это недавно купили, но купили не у нас, специально. Причем мы можем провести такое, то есть набрать, например, 12-16 человек, и теперь 3 человека, которые купили у нас. А как взять этих людей, которые купили не у нас? Но, окей, давайте так, откуда эти люди? Есть просто какое-то лицо, и вот там можно заплатить им за то, что им надо дать таких людей. Знаете, я могу вам сказать, что это вмешается в личную жизнь. Может, просто мне понравится, что они, кто-то собрал информацию? Да нет. Я купила это, скажем, в компании «А», мне звонят из компании «Б», «Вы знаете, вот вы купили в компании «А», а почему вы купили там?» Я скажу, ребята, вы вообще с какой стати? Мы с вами вообще включились. Потому что это сам вас… Нет, мне кажется, это очень агрессивно. Это может означать… Вы знаете, честно, это совсем не агрессивно, это очень часто используется, и здесь нет такого… То есть мы можем вообще не видеть с другой компанией. И делается это факт. Мы не приглашаем первый попавчик. Я бы вот на предплазь бы, если честно. Нет, смотри. Таким образом, вот та компания «Конкурент» разгласит персональные данные и тем самым нарушит закон о персональных данных. Никаким компанией «Конкурент» работать не будет. Все такие объекты работают. Просто, может быть, как люди, которые очень часто с этим работают… Мы зайдем на какой-нибудь свадебный форум, повесим приглашение… Приглашение… Уже не свадебной, кто? Уже не свадебный форум. Позиционерный форум. Мы ввешим там приглашение, там есть и наши, и не наши, и какие угодно… И можем позвать людей… То есть если вы не против поговорить о том… Нет, если это таким образом, то если так, что я собираю информацию о людях, которые купили, чтобы заказать себе домой, и я им звоню и говорю, вот вы покупали там… Нам надо поговорить. Причем, если честно, я бы сказала, что телефонный интервью не самый очень хосткий, хотя возможно, да? Потому что пригласить человека, подарить ему за это что-нибудь. Или дать ему денег, но поговорить с ним лично, смотреть ему в глаза и, может быть, даже показать ему сайт, какой он показал, что ему понравилось или не понравилось. И речь даже в любом случае не о его покупке, не о его конкретном доме. Это делается не у него дома, разумеется, то есть это можно сделать. Вы же знаете, что он купил и может испугать этот человек. Нет, это вопрос, кто купил, вот это. Мы хотим поговорить, кто купил и хочет поговорить. И человек говорит, я купил, хочу поговорить. Ну, это другой разговор, в принципе. Если честный ответ на этот случай, что он признается, что я прошел, потому что у вас плохо, о том, что он дешевле на 3 рубля. Сколько честный ответ на этот случай? Ну, тут, на самом деле, скорее вопрос другой. То есть мы можем спрашивать, почему мы ушли. Не факт, что у нас получится найти людей, которые не купили у нас, но купили у других. Таких вот найти уже труднее, потому что это довольно узкий и очень жесткий фитнес. Но мы можем просто искать людей, которые покупают на других сайтах, и можем спрашивать о том, что на этих сайтах ему нравится. И, например, показывает при этом свой, спрашивает, а удобно или неудобно, нравится или не нравится. Ну, мне кажется, Иосифович, первоначальник, один из первоначальных моментов, которые влияют на покупать, это все-таки цена продаваемого товара. Если эти цены, возможно, вывести на сайте. Потому что я не очень сильно знакома с этими системами. И то, как их можно просчитать, можно рассчитать, да? То есть, если эти цены удобны в использовании на сайте, и их возможно разместить, это влияет. И нечто можно сказать. Первый момент, еще момент. Есть ли цена на сайте, да? Это очень важный вопрос. Нет. Цены на сайте нет. Возможно, у ваших конкурентов есть цены. Нет. Например, нет тоже. Так, хорошо. Соответственно, в любом случае, человек, для того, чтобы понять, сколько ему это будет, он должен обратиться в компанию. То есть, я хочу просто отсеять какой-то вопрос. Да, да. Надо обратиться в компанию. Ну, потому что все сильно есть от того, что у вас заплона, так далее. В случае, когда мы оказываем по самому услугу такого рода, все очень сильно зависит от того, что на месте решено. Ну, мне кажется, что еще один момент. Вот, все-таки банальный трафик на сайте. То есть, и, соответственно, раскрутка этого сайта, да? Может быть, ваши конкуренты находятся в топе, а вы просто-напросто выпадаете в деньги. Ну, то есть, банальный трафик на сайте. Однозначно. И, соответственно, это меньше-меньший трафик, это меньшая гарантия, собственно, выбора. И потом человек, зашедший, грубо говоря, в первые десятки Яндекса на сайт, на эти сайты попав, он, может быть, потом и потыкает по нижней трафик, но если он увидит там примерно то же самое... Окей, это понятно. Да. Понятно, что он... Есть уже другая особенность. Когда у людей, если нет какой-то контент-интериазм, то есть, конечно, очень часто бывает, что играет роль в последний выбор, когда человек посмотрел одну кампанию, вторую, третью, ну, просто вот так вот, дошел до пятой, вроде как, ну, дальше идти смысла нет, примерно то же самое, и он уже устал, и не возвращается вспоминать, ну, здесь мы ему сказали примерно то же самое, вот и пятая страна. Ну, соответственно, что мы еще можем сделать? Картинка привлекательная, однозначно должна быть, бросающийся с отчет. Нет, что мы можем сделать? Картинки есть, конгрессия не имеется. Скажите, что мы можем сделать для того, чтобы понять, как уже в конце концов изменить сайты и увеличить конгрессию, помимо того, что мы поищем, повесить цены. Нельзя. 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 Можно. Несколько вариантов версий сайта можно сравнить, которые не повышали конгрессию, можно узнать, какими средствами пользовались разработчики старых версий, которые уже не свободны. Можно выявить, что не справедливо? Ну, вот смотрите, допустим, вот у нас есть, они запрещены, они работают, есть четыре версии. Как можно сравнить? Анализ проведения на сайте. Анализ проведения человека на сайте. Куда он ходит, что смотрит и откуда он ходит. Экспертный анализ? Нет, анализ просто трафика по сайтам. Переходы по странице и визы. Мы убедены, это да. Подождите, очень крупный вопрос. Воплечься даже с их глазами, посмотреть по функциям, какие функции были сделаны и были сделаны напрасно. А как узнать, что функция была сделана напрасно? Если у сайта отвечает с конечностью нету плохих, значит, что он ничего не изменил. Есть такая отличие, точка выхода с сайта. с какой момент люди выходят с сайта. На какие страницы неудачны? Да. После каких страниц человек уходит? Что ему нету? Он делает несколько кликов. По статистике, по интернет-статистике можно посмотреть точку входа, посещаемые страницы и точку выхода. положим на версию R2 или флеш-ролик. На версию не увеличилась. Теперь мы знаем, что флеш-ролики работают. А может быть, флеш-ролики были неправильные, стояли не в том месте, действовали не на тех людей? По крайней мере, вы знаете, что именно кто-то работает. Можно появиться. Время все сайты не работают. Это вторая статия. Нужно найти точку, где люди уходят и после чего они не возвращаются. Когда мы найдем эту точку, мы должны понять, дальше же, в следующей статии анализа, вот именно эта точка или просто они по инерции еще что-то нажали и вышли, то есть еще шаг назад сделать, посмотреть, проанализировать посещение на сайте. Мы можем посмотреть, что человек смотрел, что человек читает. и мы вряд ли сможем сделать вывод, что мы должны сделать, но мы точно можем сделать вывод, что мы делать уже не должны, если есть 4 версии и есть такая статистика куча. Ну, не знаю, по каким остальным есть, на этом версии мы можем прописывать. Ну, какой вариант? Наташа, скажите. Просто я, извините, что я вас часто прерываю, у вас очень развернутое объяснение. Нам побыстрее надо. Еще можно поанализировать пути контакта. Удобно ли пользователям и тактировать с, допустим, полуцентром. Потому что в этом сайте главное зацепить пользователя, чтобы он заделал звонок и отправил заявку. то есть в том числе есть удобно ли форма заявки. Правильно? Нужны телефоны, если там какой-то лайфчак. А как отследить, в смысле, по каким страницам в среднем чаще всего ходят? Нет, удобно ли пользователям интервью. Поговорить? В любой момент связаться с компанией. Поговорить? Да. То есть интервью? Нет, нет, нет. Задача вопроса. Здесь это самое комплексное исследование. И тот же веб-визор, и статистика, и интервью. Ага. И еще вот такой момент, насколько быстро колл-центр обрабатывает заявки. То есть человек смотрит один сайт, отправил заявку, ему никто не перезвонил, он ушел в другой сайт. То есть насколько вот этот быстрый процесс. Понятно. То есть вы хотите теперь повесить какую-то быструю форму связи? Да, да. Там нужно было заказать, обратно с ваннолк. Нет, это может быть просто он в онлайн. Быстрый ответ. Быстрый ответ. Ну, то есть мы можем пытаться как-то быстро анализировать. Да, мне кажется, что веб-визор хорошо, но если бы не знали кто эти пользователи, и с чем они пришли, тогда это помало. То есть там может тестировать, то есть он должен определить группу пользователей и с несколькими представителями каждой группы в зависимости в какой момент он ходит, чего они не находят. То есть у нас сейчас такие есть вариант. У нас есть вариант статистика, у нас есть вариант интервью. У нас есть вариант тестирования. По большому счету это пока все в этом случае. Понятно, что, наверное, статистика будет самая дешевая, а интервью, может быть, даже тестирование самое дорогое. Давайте я скажу, значит, что у нас по времени. Сейчас 12? Дима? Да, 12.05. Еще нужно проанализировать сайт конкурентов. У нас в 12.05 перерывы сейчас 12 начинается? Да. У нас там фиг косяков принял. Я правильно понимаю, что у нас следующий этап начнет 12.30. Доклад 12.20. 15.20. Давайте сделаем вот так вот. Мы все это отценили. Не честно, пока еще поговорим. Ну, соответственно, начать перерыв. Кто-то, кто хочет бежать на перерыв, можно бежать на перерыв. У нас есть еще минут 10. вот сейчас можно просто убежать. У нас есть еще минут 10. Мы можем... То есть, смотрите так. Это вот несколько таких способов. Когда нам... В каких ситуациях нам нужно быть полезны или интересны какие-то другие методы. Потому что про интервью мы сейчас сказали в двух случаях. Про тестирование сказали в двух случаях. И в принципе, акцент, который строится, например, анализ статистики, это тоже как бы достаточно дешевый способ, который часто подвигается. В таких случаях нам может быть полезна фокус группа. Я бы предложила вариант, при котором, например, либо люди работают вместе, либо это люди, чья работа друг с другом все время связана. Ну, например, когда мы говорим о неких системах внутри, пропоративных. И... То есть, когда у нас некая передача информации наукой, вон, третьему, четвертому, то для того, чтобы мы могли посмотреть, где удобно, где неудобно и так далее, можем собрать всех четыре звена и поговорить, чтобы они поговорили вместе между собой. В этом случае тогда предлагается друг с другом. Что мы, в случае, если у нас корпоративный клиент, какая-то такая какие-то внутренние свои пользователи, или что мы можем предложить еще, кроме такого совместного уговорения? Анализ процессов. Да, это правда. Анализ процессов это штука, которая, скажем так, позволит проанализировать оптимальное или неоптимальное не выстроенное, хотя, честно говоря, в жизни туда запутать не очень часто. Давайте я, наверное, скажу еще какое-нибудь такое, если почти никто из вас не предложил на предыдущих двух примеров, провести анализ конкурентов. Нет, почему это отручило? Окей, значит, тогда, пардон, я тут услышала, но есть еще такая штука с анализом конкурентов, которые тоже будут сделать. Я тоже говорила про то, что в консайте конкурентов если цены, если что, то есть... Давайте так, анализ конкурентов у нас может быть примерно анализ нашего собственного сайта, есть такая экспертная оценка, которая посмотрит на то, что есть еще с точки зрения, например, и с точки зрения прохождения и работы бизнеса, в том числе. Мы можем не заморачиваться только для экспертного мнения, пригласить тех же людей и этих людей попросить в этой секунде попросить по работе с другими своими. И для того, чтобы, например, не получили какие-то результаты, мы, например, все время меняем что с сайта смотрят в первых, а в вторых, а в третьих. Это про сравнительные анализирования, которые у нас показывают. Ага. Я просто думаю, это может быть что-то мое, по-моему, понимаете. Какие у нас есть еще методы, которые можно в принципе брать? Есть такая группа, которая сейчас очень часто может куда-то делиться, мы можем тестировать что-то, применяя системы. Примерно. А есть системы, которые могут отслеживать, куда пользоваться смотри. А, ну, это тоже об этом говорилось. Чтобы вот это посмотреть его за его включение. Нет, я могу сказать, его, да. Не, 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 не правый пизер, а то, что, я не знаю, вы знаете, куда он двигается, посадит, где его телят, ну, что-то делает. Ну, мне показалось, что он делал в следующий акцент то же самое, но это, в принципе, можно применить, хотя это есть некие ограничения в результате, потому что, например, надо понимать, что это не всегда там технику есть. Ну, в том случае это практически не реально. Ну, даже я просто хочу объяснить свою мысль. Суть в том, что многие, да, мой, может, не очень большой опыт, совсем даже маленький, я могу сказать вам следующее, что люди, вот вы сказали по системе умный дом, я вам сказала, я ничего об этом не знаю. К примеру, я где-то услышала, я увидела рекламу в интернете, я захожу на ваш сайт, я хочу узнать про, собственно говоря, систему вот эту. Многие написания построены по принципу того, что человек заходящий понимает, о чем тут речь. Вот я не понимаю. То есть, нужно посмотреть информация для такого пользователя размещена как. И следующее, я все-таки хочу представить себе, сколько это будет стоить. Вот я прагматичный человек, и я хочу узнать. Ну, вы видите вилку, давайте просто так, вы видите вилку, допустим, вы стоите вам 4 тысячи, ну, на 1 руб, то есть, допустим, если я смотрю, я понимаю, что мне в принципе устраивает, я позвоню в эту компанию, есть вилки, есть в силу, просто нет четкой цены, то есть, недостаточно, а не надо же, но мне кажется, что чем вы выбираете все вот эти вилки, повесить только это, и посмотреть, повысит ли это, собственно говоря, покупатель. вы обладаете, я правильно поняла, что глобально это так, мы что-то меняем? Мы добавляем, мы не меняем, мы просто добавляем, и, соответственно, анализируем контент, естественно. то есть, мы меняем, анализируем, мы добавляем, только одно, мы ставим себе на приблизительные, какие-то комплектные проекты. Это только один, то есть, одно из мнений. Ну, в принципе, может быть, что у вас даже больше. Ну, и потом дальше анализируем. Да. Есть такая вещь, как висторинг о целевой аудитории в блогах, форумах, и так далее. То есть, по многим форумам, и не о нас, и о других. Люди делятся, мы купили его, мы сейчас делаем, у нас такие проблемы, мы заказали. Вот этот мониторинг, он, кстати, далек очень много. И можно узнать, во-первых, что люди хотят, что их устраивает, что их не устраивает. Иногда можно даже конкретно только сорвать, чтобы... Узнать информацию, да, и потом уже поговорить. Можно зайти, как юсер какой-то там, вот под прикрытием и узнать, собственно говоря, просто взять вот человека и вытасти из него душу. Сколько он уже начал. У него навалено, вот у него это стабиль, это уже пошло, ему надо все доизлить. И тут мы такие, приходим, добрые, тут утрамы присутствуют. Да, мы посадим. Мы не компания. Мы точно такие же, у которых точно такие же проблемы с собой. Только живые. Да, только на другом районе. Выстречиться не можем. Аня, спасибо большое. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что вам было полезное. У нас очень специально. В первом раз такое было, что в большинстве людей, которые существуют менеджеры, а не проектировщики, не аналитики, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это фотосо, в начале, вот прям как-то и не писали все. Я не почувствовала, большую разницу, если сейчас примерная. Потому что, я думаю, что это проектировщик, да? Я не вижу. Нет? А у нас вообще не было проектировщика? Я проектировщику. Или только не сбежал. У нас есть один проектировщик. Я точно знаю. У нас пришел сам, я не знаю. Есть еще какой-то хороший метод для...